Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Вечер добрый. В эфире наша замечательная программа о рыбалке. У микрофона Владимир Сметанин, свой микрофон и его эксперты компании «Арсенал», профессионального рыболова Василия Мамонова. Василий, добрый вечер. Давай сначала несколько слов всё-таки скажем о том, что наша предыдущая программа, посвящённая активистам, так скажем, общественникам, которые заботятся о чистоте наших рек, о чистоте от браконьеров, от того, чтобы сети они ставили. В общем, она вызвала такой достаточно широкий резонанс. И это, на мой взгляд, минимум ещё раз подтверждает, что проблема стоит, и проблема стоит очень остро. Доколе, как это принято говорить, доколе мы будем позволять этим людям, которые живут среди нас, нарушать все возможные и невозможные законные правила и выходить вот так в открытую, в нерестовый запретный период, в том числе добывать в неограниченных количествах и неконтролируемых. Ну да, данная передача вызвала такой огромный резонанс в нашей области, да и не только и за пределами нашей области. То есть видео нашего эфира разошлось огромными репостами в соцсетях, его посмотрело огромнейшее количество людей. Мы постоянно получаем какие-то отзывы, где-то кто-то там пишет, ещё что-то. То есть основная подача наша была в том, что не нужно быть безразличным к этому на самом деле. То есть, не знаю, у каждого практически есть дети, родственники, и надо подумать о том, что мы оставим следующему поколению за нами, а может быть даже и внукам своим уже. Что? То есть если мы будем безучастно к этому всему относиться, то реально в наших реках не останется рыбы, в лесах не останется дичи, зверей и всего оставшегося. То есть этот вопрос стоит особо остро, и не только в нашей области, вообще в России в целом, в масштабах страны это на самом деле вот так. Потому что если взять какую-нибудь Астраханскую область, то там проблема браконьерства стоит ещё больше, потому что там много ценной рыбы, там реально другие деньги, скажем так, и совершенно другая ситуация с браконьерством. То есть там чёрная икра, осетры и всё оставшееся. То есть там вообще это всё в огромных каких-то масштабах. Но тем не менее, даже у нас, если, как я уже в предыдущей передаче говорил, сравнить, там, десятилетний взять промежуток времени, то 10 лет назад реально рыбы было в разы больше. В тех же самых местах её было огромное количество. И профессионалы это в том числе связывают с такой активной деятельностью, да? Совершенно верно. Вот смотрите, в этом году, вот если по этому году посмотреть, можно увидеть, что разлива как такового нет, да? То есть воды очень мало. Ну, связано там с погодными условиями. Но сейчас специалисты тогда беспокоятся, сможет ли рыба отнереститься хорошо. Соответственно, воды мало, рыбе деваться некуда. Она лезет вот во все вот эти заливы-старицы туда, где можно зайти, где более тёплая вода, где можно отметать икру. И все вот эти вот входы, выходы из этих стариц, они перегорожены сетями, там, не знаю, в три ряда. И, соответственно, рыба в них просто попадает. И, соответственно, ну, всё. Мы теряем не только там икру, да? То есть мы теряем всё. Мы теряем маточное поголовье, мы теряем малька. Это огромнейший урон в масштабах страны. Да, действительно, хочу сейчас обратиться к слушателям, которые, может быть, не очень как-то увлечены рыбалкой, но, может быть, случайно как-то нас услышали, или, может, по совету, да. Действительно, вы знаете, картина с незаконным выловом рыбы на территории нашего региона, она плачевная, она ужасная, она трагичная. Это действительно варварское уничтожение водных ресурсов. Это действительно жизнь вот таким одним днём, да, и особые, абсолютно бездумные отношения, а что будет после нас, смогут ли наши дети, внуки, уж извините за такие высокие слова, да, проводить хорошо с пользой... Ну, совершенно верно. ...время на водоёмах. В общем, пора, конечно, с этим прекращать. Нужно оставаться безучастным. Да, я думаю, что мы будем возвращаться к этой теме в дальнейших наших программах. Я знаю, что активисты, общественники, да, движения «Антибрак» есть определённый набор дальнейших шагов, действий. Ну, да. Я думаю, мы осветим. Мы будем информировать, конечно, да, как там дальше, что у нас будет продолжаться. А сейчас, я думаю, что, наверное, к нашей теме. Да, другая тема у нас сегодня. Перед этим хочу сказать, что сегодня традиционно Василий задаст вопрос вам, слушателей, ответив на него самым первым с помощью МССМС на 8-909-720-101-0. Вы получите подарочный сертификат... Да, сертификат есть. ...от магазина «Арсенал» на Комсомольской 8. К тому же мы сегодня будем подводить итоги нашего традиционного фотоконкурса. Он проводится в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Приз на кону – это 30 литров горючего «Ультра-92» от нашего генерального партнера компании «Движение нефтепродукт». Имя победителя я озвучу уже в самом конце нашей сегодняшней передачи. А Василий задаст вопрос, наверное, чуть пораньше, чтобы немножко это разнести. Ну, давай, да. Да, вот такой план у нас сегодня. Ну и что касается темы. Тема у нас сегодня такая... Ну, она назревала, конечно. Я думаю, что мы сегодня будем говорить о рыбалке, о разновидности рыбалки, которую, на мой взгляд, можно считать одной из самых мерулюбивых таких и безобидных. Вот так ты сел... Ну, одной из... Одной из, да. Вот так ты сел и... Ну, клюет, не клюет, но неважно. Я на самом деле вот сейчас в этой передаче немножко развенчаю вот этот миф. И, кстати, этот способ рыбной ловли, он разрешен в нерест. А поговорим мы сегодня о фидерной ловле. Да. Вот ловли на фидер, то есть вообще откуда она к нам пришла, там опять же такая немножко историческая справка, да. Изначально ловлю фидером придумали англичане. Ее еще и называют английская донка. Ну да, ну давай сразу переведем на русский слово фид. Это кормить. Фидер, соответственно, это существительное, ну, кормитель, кормушка и так далее. Совершенно верно. То есть это ловля донной снастью, да, с применением кормушки. У нас в нашем регионе, вообще в России, я думаю, что с кормушками ловят там уже очень-очень давно. Точно там, я не знаю, больше ста лет, а может и еще дольше. Но всегда... Каких разновидностей этих кормушек? Рыбу всегда пытались прикармливать. Ну, люди это знали, понимали. Ну, да, да. Там рыболовы и все, и в далекие-далекие времена. И Леонид Павлович Сабанеев там об этом писал в своих книгах, как прикормить леща, там, как сейчас у него помню, там, что он любит, там, овес распаренный и все оставшиеся. Но это, кстати, актуально до сих пор. Это актуально, но на сегодняшний день, там, скажем, современные прикормки все равно вытесняют вот эти все каши какие-то, там, распаренные зерна, там, или еще что-то. Ну, я в девятке встречаю рыболовов, которые сами варят, они там что-то мешают, добавляют. Здесь, опять же, расскажу немножко, да, там, их можно добавлять, их стоит добавлять как крупную фракцию к основной прикормке, но переусердствовать с этим тоже, на самом деле, не нужно. Вот. Значит, фидерное удилище, английская донка, чем она отличается от нашей обычной донки, да? Ну, во-первых, у нас всегда было как? Донку у нас в России, там, да, закидывали рукой. То есть, что из себя представляла донка? Колышек, там, воткнутый в берег, какой-то там кусок лески. Груз. Груз, крючок, один, два, там, да, может быть, все, закидываем, там, размахнувшись рукой, все, у нас там улетело на какое-то расстояние, и теоретически мы про них забывали. Там были какие-то варианты, там, подвесить бубенчик, колокольчик, там, что-то где-то задергается, и все. Все. Критичное отличие именно английской донки в том, что мы для заброса, во-первых, используем специализированное удилище, это раз. Рычаг. Вот, да. Во-вторых, мы ловим обязательно с катушкой, это два. Вот. И в-третьих, у нас вместо груза находится кормушка, то есть непосредственно вот прикормку, в которую мы забиваем, уже закидываем. Соответственно, у нас всегда около насадки есть прикормочное пятно. Да, всегда рыбе интересно, то есть рыба, может, там, приходит на аромат, на запах, уже видит нашу, там, насадку, да, и кушает ее. Давай еще отметим простоту изготовления этой снасти. В этом отличие. Ну, хотя там тоже есть разные прибамбасы, способы, но в целом. Есть нюансы. Если, например, рассматривать фидерную снасть вот просто, да, то есть сейчас очень много, ну, вот на берегу наверняка там многие рыболовы встречали рыболовов, которые используют для заброса, там, ну, не специализированное удилище, а там какой-нибудь, там, не знаю, там, спиннинг стеклопластиковый короткий, там вот эти удилища, крокодил, да, белые такие, не ломающиеся стеклопластиковые, все там. Какие-то дешевые там могут быть безинерционные катушки, иногда даже там вот эти инерционные катушки. Да, вместо кормушки они там, ой, вернее, вместо грузила, как в обычной донке, они там используют кормушку, но назвать вот это фидером у меня язык не поворачивается. То есть это обычная донка, но с кормушкой, но не фидер. То есть фидер – это все-таки именно снасть, которая должна быть правильно настроена, правильно собрана, там важны все составляющие снасти, точно так же, как, например, в спиннинге. Там очень важно удилище, там очень важна катушка, там, наверное, одна из самых важных составляющих частей фидерной ловли – это леска либо шнур, это правильная подобранная оснастка, да, то есть это может быть просто противозакручивать, там, какая-нибудь асимметричная петля, асимметричная петля просто напрямую, там, длина поводка, толщина поводка, использование фидер-гамма, не используем фидер. То есть там нюансов куча, и это, на самом деле, отдельная целая философия, и недаром есть люди, которые ловят только фидером ничем больше. По фидеру проводятся чемпионаты мира, по фидеру проводятся чемпионаты Европы, по фидеру проводятся чемпионаты страны, кубки, все, что угодно. В нашей области фидер стал очень популярным, у нас проходит чемпионат города Кирова по фидерной ловле. В этом году фидерная ловля включена в рейтинговые соревнования Федерации спортивного рыболовства Кировской области. То есть, на самом деле, интерес огромен. Чем хорош фидер? Тем, что он реально позволяет ловить крупную рыбу. До того, как у нас появился и стал распространен фидер, вот реально там леща, например, на 2 килограмма, ну, рыболов поймать мог, но не каждый. Ну, это было событие. И похвастаться таким трофеем, там, на каждой рыбалке мог не каждый. Я вспоминаю там события 20-летней давности, лещ на килограмм, на полтора килограмма. Это было очень редкое явление. А я честно скажу, что с применением грамотно построенной фидерной снасти ловить вот таких вот лещей, там, килограмм-полтора, можно вот в городской черте, там, в радиусе, не знаю, там, езды на автобусе. Ну, да, мы имеем в виду вятку. Вятку, да. И особи, скажем так, нерекордных размеров. То есть, я знаю, что там есть у меня вот товарищи, которые конкретно ловят фидерной снастью, только ей, ничем больше, увлекаются, занимаются. Они там ловят и по два, и по два с половиной таких лещей. Я их лично видел в глаза, такие подносы. Я стараюсь, я периодически, да, рыбачу. Летом в черте Кирова приходишь, и мужики там начинают рассказывать. Тут вчера сидел мужик таком-такого забронзовелого леща вытащил. На что? Так на перловку. И здесь, на самом деле, такая ситуация, что фидер, вот он расширяет границы именно ловли трофейной рыбы, вот именно белой рыбы. Там не только лещ, там и ясь, галавль, густера очень крупные. Все-все-все. Сапа, подлещик и так далее. То есть, не ограничено, на самом деле. На фидер ловят и хищную рыбу, на фидер ловят налимов. Очень многогранная снасть с возможностями оснастки. Начнем с, ну, как обычно мы это делаем, да, там, с построения снасти. Начнем с судилища. Ну, мы сейчас, я попрошу сосредоточиться, не о каких-то там территориях говорить, а именно о нашей любимой реке, о наших водоемах. Мы обязательно говорим в разрезах реки Вятки, потому что у нас здесь особенности есть. Причем очень и очень, если мы, например, возьмем какой-нибудь Краснодарский край и возьмем нашу Вятку, это будут две абсолютно разные снасти. Вот реально, там, в Краснодаре, там, не знаю, тест больше, там, 80 грамм на удилище, наверное, и не нужен, в редких случаях, там, ну, до 100. А у нас самый ходовый фидер начинается от 120 и до 200. Это вес чего мы имеем в виду? Кормушки. Ну, потому что течение у нас сильное, а там течение слабое. Я использую 100-110, меня устраивает. Ну, не везде. Не везде. Ну, безусловно, не на быстром течении. Не везде. Не везде. А иногда вот нужно бывает вес кормушки увеличивать, там, до 160-180, это просто вес кормушки. Плюс еще корм, там, получается, ого-го. И там, соответственно, уже строение снасти другое. Ну, немножко отвлеклись, возвращаемся к удилищу. Удилище для наших условий. Дам сейчас совет, я, скажем так, ловлю на фидер, но не так много, как хотелось бы, может быть, да, потому что у меня все равно основное направление – это спиннинг, да, соревнования и все оставшееся. Вот. Но фидерную рыбалку я очень люблю. Как раз из-за того, что ты сказал, это такая умиротворенная рыбалочка. Ты приехал, стульчик поставил, там, прикормочку замесил, да, там, посидел, посмотрел рыбку какую-то, поймал, все классно. Вот. Поэтому ловить ловлю, немножко представляю, что нужно. Из, скажем так, советов более опытных друзей, которые посвятили этому увлечению, там, уже большую часть своего времени, да, сложилась такая штука, что для нашего региона оптимальным будет фидер длиной 3,60-3,90. Бывает и больше, да, там, 4,20 или еще что-то, но это крайний случай. Поэтому, вот, если вы только хотите начать свою фидерную карьеру, я советую взять удилище, там, 3,60-3,90. Причем сейчас на рынке появились удилища, которые можно с изменяемой длиной, да, то есть у них в комплекте есть такая, называется, пролонга, да, то есть дополнительная палочка, которая позволяет, там, из фидера 3,60 легко сделать 3,90. То есть она между коленами. Вот она в комель вставляется, как дополнительный удлинитель, или, получается, у нас там 3,90, такие фидеры очень удобно. Вот если увидите такое, а у нас в арсенале они есть, пожалуйста, приходите, вот он будет оптимальным. Многие говорят, зачем такая длина, я далеко не закидываю, мне там трехметрового, может, хватит, он же будет легче, еще что-то. Ну, во-первых, фидер – это та снасть, которую в руках мы постоянно не держим. Ну, то есть вес удилища нам теоретически все равно. Понятно, что более легкой, сбалансированной снастью мы на вываживание будем получать больше удовольствия, но вот теоретически вес вообще ни на что не играет. Ну что, удочка у нас стоит на подставке, и мы ощущаем вес снасти только в момент заброса, и все. Соответственно, длина нужна для чего? Ну, во-первых, для заброса. Дальность заброса иногда бывает нужна. То есть и 360 и 3,90, вот в этой ловле реально дают очень большой прирост в дальности заброса. Даже вот эти 30 сантиметров, потому что у нас тяжелые веса, физика, опять же, включается у нас в работу, да, чем больше у нас и длиннее рычаг, чем, соответственно, меньше усилий нам нужно приложить для того, чтобы дальше кинуть. Ну, реально, мы будем меньше уставать, нам будет намного комфортнее это все делать, и бросок у нас получится правильный, акцентированный, мы сможем достаточно четко там в одну зону положить кормушку, это важно в фидерной ловле. Поэтому вот такая длина нам нужна. Второй и, наверное, один из самых важных моментов. Наша река Вятка в силу каких-то, наверное, территориальных условий, она имеет очень такое строение берегов. То есть у нас либо вот обрыв с одной стороны, яр так называемый, на нем рыбачить фидером не очень удобно, либо, например, это песок, да, и вот потом где-то начинается яма. Соответственно, нам, во-первых, нужно достаточно далеко кинуть вот до этой ямы, Тарас, а во-вторых, яма, как правило, начинается вот таким обрывом, да, то есть так называемой бровкой. Так вот, когда у нас клюет хорошая крупная рыба, на вываживание она 100% в эту бровку упрется носом. И если у нас в руках будет короткое удилище, мы ее из-за этой бровки достать не сможем. Ну, это вероятнее всего либо сход, либо потеря вообще всей оснастки, да, там обрыв и все оставшееся. Вот. С длинным удилищем через эту бровку перекинуть крупную рыбу достаточно просто. То есть нам нужно будет там поднять еще ее, да, там руки повыше, соответственно, у нас угол входа шнура получается другой, и рыбу мы оттуда выводим. Это первый нюанс такой. И еще, например, если мы используем очень тяжелые кормушки и кидаем на дальние дистанции вот на такие бровки, то кормушку, после того, как из нее вымыло корм, и нам нужно ее перезабросить, да, каждый перезаброс, опять же, тяжелая кормушка, она под эту бровку утыкается. Потому что, как правило, там еще и течение достаточно сильное получается, у нас вот так вот шнур падает, тяжелая кормушка. А если там еще какие-то коряги? Да, не дай бог. То есть нам оттуда нужно выдернуть, поэтому рычаг нам нужен. Из этого мы делаем вывод, что 360-390. По тесту фидерного удилища здесь на самом деле все индивидуально. Я думаю, что нужно подбирать все-таки, исходя из своих условий ловли, например, тот участок реки, на который вы планируете ездить, либо вы, например, точно уже знаете, вот ездите уже на него там какой-то промежуток времени, вы примерно можете представлять условия ловли, да, и, соответственно, в зависимости от этого выбирать фидерное удилище. Честно скажу, для вятки тест меньше 120 грамм, но я бы брать не стал. То есть оптимально... Меньше 120. Оптимально я считаю, что вот от 120 до, там, ну это уже экстра-хэви фидер, такой очень тяжелый, там, до 200-210 грамм. Но оптимум для меня это 140-160. А минимальный, Василий, минимальное значение, которое доступно в наших магазинах? Ну, там нет, минимальное значение, там есть фидеры с тестом и до 80 грамм, есть пикерное удилище с тестом, там, до 30 грамм для ловли на водоемах без течения. То есть там очень большие градации различные. Вот у нас сейчас, например, поступила серия профессиональных фидеров от фирмы «Флагман», да, там, очень широкий модельный ряд, там есть и длинные речники для ловли на слабом течении с тестом до 60, до 70, до 80 грамм. Есть очень длинные модели длиной 4,20 с тестом до 180 и 210 для супердальних дистанций ловли. И еще раз говорю, что, ну, вот именно тест, это такая индивидуальная штука, нужно выбирать, скажем так, в зависимости от своих предпочтений в рыбалке. Вот куда едете примерно, представляете, уже фидер подбираете. Хорошо, а если ездишь, не знаю, как у моего места, мне вот хочется продолжить все-таки. Вот 140-160. То есть вот такой золотой середины выбирай, да? Оптимально. Это, во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что фидерное удилище, у них есть такая особенность, это все-таки, ну, такой не спиннинг, да. И у них есть запасик поверху теста. И, например, вот удочка с тестом в 140 грамм, как правило, это тест сухой кормушки. Ну, то есть вот без корма. Без прикормки. Да, то есть спокойно можно работать с кормушкой 140, плюс забивать ее кормом. То есть это, как правило, еще грамм там 15-20 сверху добавляет. Ну, вот 160 грамм у нас там общего веса получается. Это, во-первых. Во-вторых, ну, у нас сильно хлесткого заброса не получится. То есть заброс таких весов, он все равно достаточно плавно получается. Поэтому там все летит туда, куда нужно, далеко. Сломать фидерное удилище очень трудно, если только там не будет каких-либо захлестов, там каких-то перехлестов, шнура или еще что-то. Честно скажу, на моей практике вот ни одного сломанного удилища к нам в магазин не принесли. Так, чтобы сказать, на тебе оно сломалось, на забросе не было такого. То есть там были сломанные вот эти вершинки, да. Сейчас послушают тебя, Василий, и понесут. Нет, а вот мы сломали. Ради бога, очень трудно это сделать. Каждое фидерное удилище оснащено тремя сменными вершинками. Тремя сменными вершинками. Для чего это нужно? Они в отдельном боксе. Да, они в таком тумбузике идут. Различаются цветами, и, как правило, на них еще и подписано. Например, если там фидер с тестом до 140 грамм, то там, как правило, бывают обозначения там 80, 120, 140. Да, то есть это не говорит о том, что с вот этой вершинкой там 80 грамм вы должны рыбачить только на кормушку в 80 грамм. То есть здесь можно ловить на кормушку и в 100 грамм, да, а можно ловить на кормушку и, например, там в 60. Просто вот это обозначение 80 дает нам понять, что вот это самая мягкая вершинка у нас в комплекте, которая имеется. И на самом деле вот этот вопрос очень важный. Как правильно настроить, вот как должна там вершинка быть. То есть здесь самое главное правило, вершинка всегда у вас должна быть натянута, да, то есть немножко напряжена. В тонусе. В тонусе в таком. Но ни в коем случае она не должна быть вот так вот сложена совсем, да. И в то же время не должна торчать колом и там леска, не пойми, как-то там что-то делает. То есть всегда выбираем такое преднатянутое состояние, по которому мы будем фиксировать поклёвку. Многие говорят, о, а что там, я вот вроде бы сильнее там натяну, у меня там ее сложат. Мы поклёвку не увидим. То есть вот реально мы увидим поклёвку, когда уже у нас удочку с этих состоек потащит в воду. Ну, если засечется рыба хорошо. Вот тогда мы ее увидим. То есть регистрация поклёвки на федерном удилище – это тоже такой четкий момент. Поэтому нужно подбирать. Вершинка подбирается в зависимости от веса кормушки, в первую очередь. Во-вторых, от силы течения. То есть бывает так, что, например, течение, скажем так, не сильное, да, не сильное, но нам нужна очень дальняя дистанция ловли. И, соответственно, вес кормушки мы, ну, заведомо увеличиваем для того, чтобы этой дистанции достигнуть. Вот в этом случае нам понадобится наверняка самая мягкая вершинка, да, но кормушку мы будем ставить чуть тяжелее. То есть, например, там она будет до 80, там вот на этой вершиночке написано, а мы кормушечку поставим там 90 грамм, потому что нам надо кидать очень далеко. Вот. Либо там обратные ситуации какие-то могут быть. Поэтому, еще раз повторюсь, вот именно вершинку мы подбираем в зависимости от силы течения и веса кормушки, и всегда она должна быть преднатянута. Вот. По материалу изготовления, из чего там может быть фидерное удилище, ну, здесь, опять же, там на сегодняшний день вариаций куча. Ну, сходство, отличие от спиннингов, о которых мы неоднократно говорили, какие-то есть принципиальные? Принципиальные отличия есть. То есть, фидерное удилище все-таки не делают вот из таких супер-пупер высокомодульных графитов. То есть, есть профессиональные удочки, подчеркну вот здесь слово, профессиональные. Соответственно, только для продвинутых очень. Которые стоят очень дорого, вот, и которые используют, как правило, спортсмены. Ну, это то же самое, что вот, например, можно играть в хоккей клюшкой, да, и взять там профессиональную клюшку. Вроде бы то же самое, а стоит профессиональная клюшка там каких-то денег баснословных. Аналогия понятна. Да, вот. Здесь все то же самое. Поэтому, если вы настраиваетесь на профессиональную ловлю фидером, вы можете рассматривать вот эти снасти. Но я считаю, что на сегодняшний день фидерное удилище в ценовой политике, там, грубо говоря, там, за две с половиной и выше, там, до пятерочки, там, да, шестерочки, можно купить прям вот просто отличную. И это действительно будет качественная рабочая снасть, оно будет легкое, правильного строя, там, все будет, все очень хорошо. Но я знаю, фидерное удилище можно купить в районе тысячи, менее тысячи рублей. А это вот уже следующий нюанс, то есть вот удилища, там, от двух, там, тысяч рублей и выше, они будут сделаны уже все-таки полностью из графита. Понятно, что не такого модульного, там, например, как в спиннингах, вот, но все-таки это будет чистый графит, соответственно, удочки будут более легкие, более строгие, более тонкие в комле, да, более изящные. И, как итог, рыбалка на них будет более приятной. А, например, удилище стоимость, там, вот, тысячи рублей, можно за 800 даже купить, скажу, что еще там дешевле есть. То есть это удилище выполнено из так называемого композитного материала, это где стекловолокно смешано в какой-то процентном, там, соотношении с углепластиком. Вот, такие удочки, ну, в простонародье их называют шлангами, да, то есть он такой, имеет строй, там, непонятный какой-то, вот. У этих удилищ есть два основных плюса. Первый – это цена, второй – это неубиваемость. Неубиваемость. Ну, с этой удочки можно, там, не знаю, пойти коров пасти, не знаю, там, отмахнуться. Не неубиваемость, универсальность. Отмахнуться от бычка, да, там, который на вас там побежал, не дай бог, где-то, нашли его в поле. Вот, но в то же время, там, ими можно ловить рыбу от случая к случаю, если, например, там, вы, не знаю, вас там пригласили на рыбалку и сказали, там, поехали, половим на фидер, а у вас ничего нету, и вам нужно, вот, поехать первый раз и понять, ну, вообще, понравится, не понравится, такое можно купить. А ребенку, подростку, не знаю, самому начинающему, если отец его решил приобщить, можно, да, вот такой недорогой взять? Вот, давай, попробуй, если понравится, там, дальше что-то будем уже смотреть, выбирать, то вот здесь можно такое взять. Подошло время небольшой рекламы. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Сегодняшняя передача «Трофеи рыбалка» посвящена фидерной ловле, которая, еще раз повторю, сейчас разрешена. Правда, не знаю, насколько сейчас эффективно, конечно, можно фидером порыбачить. На маленьких реках можно. Можно. И уже с успехом, кстати, ловить. Можно, вот. Мы продолжим через полтора минуты рекламу. Трофей рыбалка. Продолжается программа «Трофеи рыбалка», а мы решили прямо сейчас задачить вопросом вас, уважаемые слушатели. Готовьте мобильные телефоны 8 909 720 101.0. Первый, правильно ответивший, посредством СМС, получит подарочный сертификат от компании «Арсенал». Вопрос, Василий. Ну, а вопросы у нас будут сегодня фидерные тематики, да, коль уж мы говорим о фидере, и я думаю, что не составит труда наших радиослушателей на него ответить. Итак, вопрос. Как правильно называются вершинки, которые контролируют поклевку в фидерном удилище? Василий, а как неправильно они называются? Вершинки. Вершинка, то есть вершинка. Да, а вот как правильно они называются? Как русский человек любит добавлять, а как по-научному это называют? Да, ну вот по-научному. По-научному, по-фидерному. По-фидерному, скажем, да. Ладно. Название вершинок. Вопрос. Понятен? Время для того, чтобы повторить номер телефона, не буду тратить. Поехали дальше, потому что тема очень интересная, богатая, обширная, да. Вот. Значит, соответственно, мы поговорили там о материалах, из которых изготавливают эти удилища, и теоретически вот здесь можно, наверное, тему удилища закрыть. Ну, потому что там больше что-либо выбирать, на самом деле уже только там в магазине. Так называемый, на потрях. Там посмотреть, что ляжет в руку, не ляжет, потому что, ну, удочки бывают с разной длиной рукоятки, да. Это на самом деле важно, потому что здесь рукоятка должна быть очень длинной. У нас заброс силовой, там прям так нужно вложиться в заброс. Вот. Каждый это выбирает для себя индивидуально, поэтому оптимально приходите в магазин, смотрите там, что по росту. Ну, мой совет. 3,60, 3,90 будет, если хорошо, если фидер будет менять с изменяемой длиной. Тест, если универсально, там, ну, на вятку хоть куда, да, поехали там 140, 160, ну, для себя взял бы 160. Ну, так скажем, запас карман не тянет. Вот. Вот, если мы ловим на вятке, это точно будет все прям вот очень-очень хорошо. Больше того, скажу, что, например, у меня некоторые друзья там с такими фидерами ездят на карпа. Мы выдаем их без течения, без течения, да. Пруды, озера. Даже какими-то легкими кормушками с применением вот этих вот удилищ ловят крупного карпа и без проблем. Понятно, что для карпа там другие удочки должны быть и другие снасти, там, так называемая методная ловля, да, ловля на метод. Вот есть такое понятие, да, там, это вот кормушки специализированные для ловли карпа в водоемах без течения. Ну, мы сегодня говорим вот именно о фидере в чистом его виде, ловли на течении, ловли на реке. Значит, можно все-таки дилетантский вопрос такой, простачка вопроса. Зачем на фидерном удилище так много колец? А на фидерном удилище колец много для того, чтобы, когда оно лежит на стойке, когда оно лежит на стойке, и у нас дует боковой ветер, у нас не выдувало дугу из лески. То есть, если у нас будет выдувать вот эту самую дугу, да, то есть, а большое количество колец не позволяет это сделать, то вот из-за этой вот выдуваемой дуги у нас напрочь теряется чувствительность. То есть, вообще, честно скажу, при выборе места ловли, вот это, кстати, очень важно, этому меня научили и подсказали там вот друзья-фидеристы, которые со стажем уже, при выборе места ловли на фидер, самое фиговое, что может быть, это боковой ветер. Поэтому ищите там, вот ищите повороты какие-то, да, там где-то еще что-то, то есть, соответственно, ветер должен дуть либо взади, либо в лицо, вот реально там при встречном ветре. Вот мы один раз ездили с товарищами, мы там сидели, вот так вот, аж глаза там у тебя открывало, да, и кепку сдувало, но мы все поклевки непосредственно в лововую, в лицо, но мы все поклевки регистрировали, вот реально регистрировали, мы наклонили стойки там, прижали все это к воде, но все поклевочки регистрировали. Моя ошибка на той рыбалке была, я в течение там первых трех часов пытался ловить на повороте реки, и чтобы ветер мне дул не в лицо, я сел так, чтобы он мне дул сбоку. Я не мог вообще поймать рыбу. Но реально... Но поклевки были? А я их не видел. Вообще не фиксирую. Ничего не фиксировалось, я доставал, ну, выматывал кормушку, да, она была пустая, наживки нет, рыбы нет. Ну, то есть, просидев два часа, я потом пришел уже там к более опытному товарищу, говорю, слушай, я ничего поймать не могу. Он говорит, да не, нормально клюет, нам показал садок, хорошая рыба. Я говорю, может, я место выбрал неправильно? Он такой, да, говорит, место неправильно. Я говорю, ну, там же яма, вот тут вот все там, вот затишочек, там я там сел. Он говорит, все понятно, у тебя ветрище, говорит, да ты ничего не видишь. Понятно. Вот, поэтому при выборе места для ловли фидером обращайте на это внимание. Понятно, если там очень сильный ветер, то лучше выбрать так, чтобы дул либо в спину, это идеальный вариант, либо там в лицо. Но боковой ветер убивает это все. Ладно, поехали дальше. Я не знаю, там, конечно, много очень нюансов. В одну программу, конечно, мы не уместимся. Не знаю, Василий, вот мне хочется сейчас, конечно, послушать больше всего, наверное, самый большой интерес про катушки для фидерной ловли. Мы сейчас поговорим о катушках и в оставшееся время, наверное, немножко коснемся кормушек. Потому что вот три основные составляющие, три кита, да, фидерные ловли – это удилище, катушка и кормушка. Кормушек, потому что тоже очень большое количество видов существует. Ну да, закрытые, открытые, всевозможные. Да, мы о них немножко позднее поговорим. Про катушки для фидера, в принципе, тема не настолько широкая и большая, но там есть тоже свои особенности. Очень часто, приходя в магазин, покупатели говорят, вот мне там нужно фидерное удилище, и мне бы под него там катушку подобрать. Почему-то сразу все говорят, да дайте мне там недорогую за 300 рублей вот эту кобру там. Ну, все представляют, наверное, вот эту китайскую кобру. С пластиковым корпусом. Под золото, под металл, там что-то сделано. Да, я же не так там часто закидываю, как в фидерном, ой, вернее, как в спиннинге, да, там все, вот я закинул, и она у меня там стоит вот на подставке, а я потом там вымотаю, зачем мне дорогая катушка. В чем-то, может быть, здесь и есть какая-то логика. Да, действительно, мы не так часто кидаем, как при спиннинговой ловле, но мы кидаем очень тяжелые веса. Мы кидаем на очень большие дистанции. Самое главное, потом этот тяжелый вес просто кормушки, а дай бог, если еще и хорошая рыба, нам еще и вымотать нужно. Соответственно, основные требования для фидерной катушки. Первое. У нее должна быть специализированная шпуля, лучше всего так называемая шпуля лонгкаст. Это длинная, длинная и достаточно широкая шпуля. То есть, такие шпули еще используют, например, на карповых катушках где-то, да. То есть, это нужно для чего? Для того, чтобы, скажем так, вот именно комус лески, вот этой шнура, которая у нас сходит, был достаточно большими витками, оно вот не сильно ударялось в первое входное кольцо, дальше уже выправлялось и летело хорошо. Вот. Соответственно, это первое требование вот к катушке. Вот шпуля лонгкаст, она такая прям удлиненная, широкая, большая, должна быть. Дальше катушка для фидерной ловли, ну, для меня, по крайней мере, опять же, с совета там более опытных товарищей, должна быть достаточно тяговая. Но вот здесь есть такой нюанс. То есть, она должна быть тяговая, и, соответственно, вроде бы, вот если в разрезе спиннинговой ловли говорить, она должна иметь небольшое передаточное отношение. Но вот здесь обратная сторона. То есть, катушка должна иметь хорошую тягу, но в то же время она должна быть скоростной. Ну, то есть, там, передаточное отношение, там, шесть к одному, а в некоторых случаях даже больше. Это нужно для чего? Потому что у нас дистанции очень большие. То есть, задача быстрее, собственно, вымотать это все, нежели при ловле на спиннинг. Пустую кормушку, потому что мы при ловле на спиннинг делаем проводку, а здесь у нас эффективная проводка, это когда, не проводка, вернее, эффективное время нахождения в воде кормушки, это когда она забита кормом, там, до момента поклевки, либо освобождения кормушки от корма. Дальше нам пустую кормушку нужно как можно быстрее вымотать, да, снова ее заполнить кормом и закинуть в прежнее место. Соответственно, катушка должна быть скоростная, но в то же время тяговая, потому что вес тяжелый. Из этого выходит, что она должна быть большого размера, для того, чтобы мы могли скоростную катушку сделать с большой шестеренкой, да, для того, чтобы она хорошо тянула. Вот, соответственно, здесь получаются особенности, такие вот эти вот несостыковки, и производители придумали действительно и сделали нормальные фидерные катушки. То есть это, как правило, катушка размера, там, 5 тысяч, 6 тысяч, 7 тысяч, 8 тысяч, да, то есть это большие такие катушки прям, вот, которые имеют высокое передаточное отношение, шпулю лонгкаст, огромную шестеренку, да, и хорошо тянут. Вот, поэтому эту катушку действительно только, наверное, на фидерном удилище и применять, там, в спиннинге она неприменима, потому что все равно она будет тяжелой, из-за вот именно своей размерности. Очень многие неправильно поступают, покупают, там, ну, вон, я сейчас возьму, там, спиннинговую катушку, там, какой-нибудь 4-х тысячник, она там тянет, там, хорошо, все здорово. Да, действительно, она будет работать, но, друзья, все равно давайте смотреть, там, правде в глаза. Мы в спиннинге нечасто кидаем веса, там, в 140 и в 160 грамм. Зачем такую бандору, да? То есть это уже там какой-то, не знаю, там, джеркбейт у нас там получается, где ловят мультами. Вот, поэтому безнарционные катушки, которые сделаны для спиннинговой ловли, давайте их там и оставим. Мой совет – выбрать катушку специализированную для фидерной ловли. Благо, их сейчас на рынке, опять же, огромное количество появилось. И скажу, что по сравнению, например, со спиннинговыми катушками, они не настолько дорогие, потому что… Давай конкретно скажем. Дороже или дешевле? Дешевле? Дешевле. Дешевле, чем хорошие спиннинговые катушки. Ну, спиннинг, потому что, скажем так, более распространенный, да, там, вид ловли, скорее всего. Больше катушек покупают, там, больше, скажем так, размеров катушек нужно для спиннинговой ловли. То есть, реально, там, для фидера можно обойтись, там, тремя-четырьмя размерами, и, там, больше ничего и делать не нужно. Вот. Поэтому они не настолько популярны и дешевле. Там, хорошую катушку нормальную можно купить, там, 2-2,5 тысячи рублей. Это реально будет хорошая специализированная катушка, которая будет работать. Из металла. Да. Металлическая шпуля нам нужна, потому что, как правило, используют плетеные лески. И в некоторых случаях, частных случаях, мы используем монолеску, например, ну, вот просто там отвлекусь, да, скажу, когда летит пух, и вот по воде вот он плывет, использовать нужно всегда монолеску. А он скоро полетит. Вот. Потому что, если вы будете использовать плетеный шнур, вы либо сломаете фидерное удилище, это первое. Во-вторых, вы этот шнур сам выкинете, запутаете, и рыбалка закончится. Потому что на шнур это все бешено налипает. Снять вот этот вот пух со шнура сырой нереально. Он вот такими комками, мы где-то пропустили, он у нас пролетел сквозь кольца. На забросе мы кинули вот эти катышки шнура при вылете, там, кормушки в 140 грамм, вышибают у вас все вставки, которые есть в кольцах. В конечном итоге вы ломаете вот вершинку вот этого удилища, да, и все. Ну, то есть ничего хорошего нет. Хорошая монолеска решает эти вопросы. С монки это все, во-первых, и налипает на нее меньше, во-вторых, убирается все очень просто. Да, чувствительность чуть-чуть страдает, да, немножко заброс должен быть по-другому, более мягкий, да, там, монолеска чуть-чуть тянется, там, каких-то запредельных дистанций мы не достигнем. Но, тем не менее, ловить можно, со шнуром это делать теоретически невозможно. Поэтому вот такая особенность есть. Соответственно, эти кормушки, ой, вернее, эти катушки, они могут быть оснащены, как правило, металлической шпулей, а вторая шпуля в комплекте у них бывает, она либо такая же металлическая, либо бывает пластиковая. Вот как раз на нее стоит намотать монолеску и всегда иметь ее в арсенале, в запасе. Пускай лежит, все без проблем, в какой-то момент может пригодиться. Вот. Все в основном про катушки? Нет. Следующая особенность, которая нам нужна, это катушки, специализированные фидерные катушки, сейчас очень часто выпускают с двумя фрикционами и усиленной клипсой. То есть нужно для чего? Во-первых, основной большой фрикцион, который у нас находится вот здесь вот впереди, да, там передний фрикцион, он служит у нас для такой грубой настройки, да, а сзади находится еще один фрикцион, который служит для тонкой настройки и, например, он нам необходим, когда мы ловим крупную рыбу с применением там тонких поводков, после подсечки, там все на вываживании, вот на этой большой катушке, ну не очень удобно вот его здесь регулировать. То есть здесь у нас все под рукой, прочно, прям регулируем. Ближайшую регулировку. То есть он у нас находится сзади, это вот такая особенность есть у фидерных катушек. И следующее, это усиленная клипса, вот на шпуле есть вот такие клипсочки, да, если в спиннинговой ловле ее используют лишь для того, чтобы после того, как мы там обрезали приманку и собираемся домой, смотали, у нас вот этот вот шнур там никуда не распутывался, да, зацепляем, то при ловле фидером эта клипса играет огромную роль, это ограничитель расстояния заброса. Дальность заброса. Чтоб мы постоянно клали в одно и то же место. Дальность кидали плюс-минус в одно и то же место. Попадали, поэтому так называемые ее клипсуют, эту дальность заброса, после того, как нашли там бровку, какой-то там приямок, не знаю, там участок жесткого дна, там все. И, соответственно, клипсуем. Поэтому она усиленная, потому что заклипсованная леска там после заброса все равно дает рывочек, и чтоб вот не вырвалось. Надежный должен быть узел. Да, вот поэтому вот о катушках, наверное, все, да, там, опять же, есть более дорогие модели исполненные, там, соответственно, там, большее количество подшипников, материал корпуса изготовлен, там, из сплавов каких-то там более дорогих ход имеют, более бархатный, там, еще что-то. Ну, здесь уже, на самом деле, выбирать. Мой совет, там, в пределах двух-двух с половиной тысяч рублей можно взять просто отличную катушку, которая решит все задачи при фидерной ловле. Хорошо, у нас остается буквально семь, семь, восемь, может быть, минут для того, чтобы поговорить непосредственно о кормушках. Я напоминаю, что там еще нужно оставить время для того, чтобы подвести итоги нашего фотоконкурса и узнать, кому достанутся 30 литров бензина. Итак, кормушки непосредственно. Кормушек на сегодняшний день. Ну, прям заходишь, смотришь на витрину, глаза разбегаются. Я прям не знаю сказать, сколько видов, я, честно, вот, ну, даже не возьмусь там их классифицировать, вот сколько вообще есть. Есть металлические, есть пластиковые, есть композитные кормушки, есть кормушки с дном, есть кормушки открытые, круглые, квадратные, треугольные, с грунтозацепами. Не знаю, этот список можно продолжать, наверное, бесконечно. И каждый год что-то придумывают новое. То есть, как правило, инициаторами вот новых идей здесь выступают спортсмены, да, то есть для них вот кормушка очень важна. То есть, например, там одно время на, если мне не изменяет память, там, чемпионат мира в Бельгии прошел по фидерной ловле. Там получилось так, что рыба стояла на каких-то очень там запредельных там дистанциях от берега крупного лещала. А ловить можно только с берега. Да, ловить можно только с берега. И, соответственно, вот там спортсменам была задача там кидать очень далеко, и они там придумали так называемую кормушку-пулю. Да, то есть это вот сеточка, у которой вот реально там из жесткой проволоки сделан такой каркас, и вот здесь как свинцовая пуля. Все, действительно, вот такая кормушка там из-за вот своей там аэродинамики, все, она летит там безумно далеко. И, как сейчас помню, вот прошел этот чемпионат мира, и там буквально через какое-то время на витринах... И понеслось это все в продажу, да? Да, появляются вот эти вот пули какого-то кустарного производства, какие-то маленькие фабрики. Потом это все там переросло куда-то. И самое то, что интересно, эти люди, которые отслеживали, ну, фидеристы, да, вот эти все тенденции, моды, они там приходили и говорили, а есть у вас пуля? Я как-то поинтересовался, говорю, а вам зачем? То есть реально, говорю, с этой пулей можно вятку перекинуть. Вы куда? Говорю, вот. Ну, то есть, а спортсмены же пишут, я при использовании этой пули там достиг там фантастических результатов, напорол там кучу леща какого-то крупного. Да, и тебе пулю я сейчас пойду наловлю. Но кормушку нужно подбирать, опять же, вообще в зависимости от условий ловли. Ну, давай, опять же, возвращаться к нашей вятке, ссылаясь на свой опыт, на опыт коллег, что у нас подходит больше всего? Ну, я честно скажу, что, во-первых, я, наверное, сейчас вот немножко по-другому. Смотрите, многие вот как говорят, вот я забил кормушку, да, закинул, и вот полчаса сижу, жду поклевки. Вот это в корне неправильно. Нормальная фидерная ловля подразумевает перезаброс кормушки, как правило, там, в течение пяти, край там, семи, ну, может, десяти минут. Ну, да, ну, десять максимум, да. Десять минут – это уже вообще край. Вот, как правило, спортсмены ловят там три-пять минут. Вот. А вес кормушки подбирается таким образом от силы течения, там, глубины, толщины, шнура, там, всего оставшегося, от этих факторов, то есть спортсмен подбирает вес кормушки как? То есть вот берут кормушку, набивают её кормом, делают заброс, кормушка должна упасть, там, её может протащить, там, буквально, там, от двух до трёх метров, да, и она должна остановиться. Как только из неё вымоется корм, она должна дальше поехать. И спортсмен уже понимает, что вот он закинул, она упала, остановилась, прошло время, поклёвки не произошло, кормушку понесло, значит, там корма нет, и нефиг там лежать, её нужно вымотать, забить снова и снова закинуть. У нас же наши, скажем так, фидеристы многие поступают как? Кидают кормушку, там, 100 грамм, тащат, ну, нафиг, 160, бах-бах, камнем упало, каши туда, и полчаса сидят, ждут поклёвки. Ну, вот, на самом деле, друзья, вот это просто донка, это не фидер. Фидерная ловля, она достаточно динамичная. Это постоянная работа с прикормочными смесями, это постоянная работа, там, с насадками, да, там, не знаю, там, подобрать насадку, может быть, какой-то там дип дополнительно добавить, там, с прикормкой поиграть, ещё там что-то. Ну, ароматизатор. Ароматизатор. Вот, то есть... Мы это раньше другим словом называли. Ну, сейчас называется это дип. А, у фидеристов это дип. Вот, соответственно, здесь всё очень динамично, поэтому вес кормушки подбирается в зависимости от силы течения. И вот, вот, согласно вот такому правилу. Есть, скажем так, исключения из этих правил, например, на нашей вятке очень часто для того, чтобы реально вот ловить. У нас, потому что очень много коряг, если у тебя кормушку будет постоянно там куда-то уносить, ты 100% больше терять там в зацепах, а ловишь в окне между корягами. Ну, например, там, вот у тебя рабочие дистанции там 10 метров, всё. Ты можешь подобрать кормушку вот идеально вот по той схеме, которую я рассказал, но у тебя её, как только освобождается от корма, будет сносить. И, соответственно, если ты немножко проспал, всё, она в корягах, в мёртвый зацеп, перевязывая всю оснастку. Вот в таких условиях, когда у нас есть ограниченное место там между корягами, там, бровками какими-то или ещё что-то, очень актуальны кормушки с так называемыми грунтозацепами. То есть это кормушка, у которой есть вот такие, как у паучка, там, ножки, да, которые не даёт ей ехать по грунту. Здесь, соответственно, правила, о котором я сказал выше, уже точно не действуют, потому что как только у нас вымыт оттуда корм, мы этого не поймём, не увидим. Но, тем не менее, вот эта кормушка, она статично будет стоять, работать на сильном течении, в ограниченном пространстве между корякой, там, где может находиться крупная рыба. Соответственно, если вы выбираете такие места, кормушечки с грунтозацепами будут идеальны. Например, круглые кормушки, круглые кормушки используют, как правило, на течении не очень сильном, не очень сильном, вот, у круглых кормушек очень хорошая аэродинамика, соответственно, мы, грубо говоря, вот такие кормушечки выбираем, ну, вот я такими кормушками ловлю, там, максимум, грамм, наверное, до 60 весом на таком слабином. Круглые, ты имеешь в виду, конусовидные? Форма круглая вообще, вот, вот, вот кругленький, да. Цилиндрик. Цилиндрик такой. Вот, соответственно, такие кормушечки летят хорошо, у них, как правило, и груз расположен вот внизу этого цилиндра, да, то есть они такие, скажем так, как пульки получаются. Вот, летят хорошо, но у них есть минус, они абсолютно не держат течение. Ну, то есть там средняя сила течения, там, например, достаточно толстый шнур и дальняя дистанция заброса, такую кормушку будут сносить, ее надо там ставить тяжелее весом, это не всегда оправдано. Вот, поэтому такое легкое течение, когда вам нужен дальний забросик, вот можно такие кормушки использовать. Очень часто слышат людей, что приходят и говорят, дайте мне квадратную там кормушку, либо вот прямоугольную, плоскую, ее не катит по дну, катит, ой-ой-ой, как катит. То есть ее реально там переставляют за счет того, что она плоская, у нее получается парусность вот эта. И если у вас сильное течение и глубина ловли, там, например, 5 метров, вот я бы, или выше 5 метров, я бы вот такие кормушки вообще не рекомендовал, потому что они планируют бешено. И после того, как мы вроде бы вот сюда ее кинули, ее реально там начинает нести течением, она начинает планировать, и она падает на дно там где-нибудь в метрах, наверное, в 5-6 вот точки, где она приводнилась. Вот. Если у вас сильное течение, то либо вот такие вот грунтозацепные кормушечки, если мы все-таки хотим обойтись без них, там есть какая-то бровка, под которую должно эту кормушку подбить, лучше всего будут треугольные кормушки. Треугольные? Ну, вот обычно треугольные. Не припомню такие. Давненько не заходил. Вот они существуют. Есть, да. Вот треугольную кормушку, ее, во-первых, и катит, но не так активно. Во-вторых, за счет того, что она треугольная, она корма вмещает там фактически столько же, сколько там прямоугольник, но вот именно за счет своей плоскости она падает очень хорошо. То есть ее не сносит силой течения, и беспроблемно мы сможем ловить. Времени у нас, к сожалению, уже не остается. А мне так вот и подмывает задать этот вопрос. Василий, постараешься уложиться в одну минуту? Вопрос. Я ближе к народу, опять же, да. Вот там какой-нибудь, не знаю, Николай Иванович, Иван Иванович скажет, да хорошо, вот вы тут рассказывали целый час про удочки для фидера, про катушки и так далее. Вот вы мне ответьте, Василий, ты мне ответь. Вот почему, когда я прихожу с фидером на вятку, вот у этого мужика клюет, а вот у меня не клюет. Вот ведь чего хочет народ-то знать. Два фактора, которые могут влиять. Это очень распространенное явление. Вот рядом сидят у одного... Соответственно, если сидят рядом и ловят на одном рельефе, то это однозначно дело либо в прикормке, либо в насадке, вот сто процентов. Вот. Если ловят там, ну, на каком-то удалении там друг от друга, то здесь может быть, ну, так называемый, не попал в рыбу. То есть вот здесь она стоит, вот здесь нет. Стойка есть, а здесь она есть? Но, сейчас я скажу, при ловле фидером я больше всего склоняюсь к первому варианту. Такое было не раз. На моей практике меня там облавливали, друзья. Вот мы приезжаем на рыбалку, делаем забросы, вот мы стоим вот там в пяти метрах друг от друга. Вот у меня, у напарника там клюет в три раза, в четыре раза чаще, чем у меня. Насадка одинаковая, все там вот дипом этим брызгаем одинаковым. Не могу понять, почему. А потом я понял, почему. У него прикормка была темная, а у меня прикормка была светлая. Я, кстати, сталкивался тоже как-то однажды. Вот. И все. Светлая прикормка, она... То есть у нас аромат прикормки был одинаковый, но он в нее добавил специальный грунт, который сделал ее темной. Изначально мы в магазине брали одинаковые компоненты. Но он туда добавил темную вот эту составляющую. Прикормка стала такого темно-темно-коричневого цвета, да, как сырой песок. Ну, ближе к естественному, да. И у него вот с этой прикормкой клевало. Я сначала не поверил, но после очередного, скажем так, вымота, когда у меня всю прикормку вымыло и поклевки не произошло, я залез к нему в ведро, забил его прикормки, закинул, сразу поймал рыбу. Вот так вот. Вот так. Ну вот, вкратце, так скажем, пробежались, да, по основам фидерной ловли. К сожалению, время нам больше не позволяет, нужно еще подвести... Но мы вернемся. Да, итоги нашего конкурса. Скоро мы узнаем, кому достанутся 30 литров бензина «Ультра-92» от нашего генерального партнера компании «Движение нефтепродукт». Итак, есть минута для того, чтобы подвести итоги нашего рыбацкого фотоконкурса. Фотоконкурс, напоминаю, проводится в группе нашей радиостанции ВКонтакте. И каждый месяц мы разыгрываем 30 литров бензина «Ультра-92» от нашего генерального партнера компании «Движение нефтепродукт». В этот раз на победу претендовали три рыболова. Они выложили, соответственно, свои фотографии в нашей группе. Рыболовов зовут Сергей Рычков, Роман Петеримов и Алексей Рыболовлев. Всего на этот раз в голосовании приняли участие более 700 человек. И результаты сейчас передо мной. Итак, 30 литров, увы, не достались Роману Петеримову. Его снимок набрал почти 2% голосов. На втором месте 40 с небольшим процентов Сергей Рычков. И, соответственно, первое место, ура, почти 60% у Алексея Рыболовлева. Алексей, вы сейчас становитесь законным обладателем 30 литров горючего бензина «Ультра-92» от генерального партнера компании «Движение нефтепродукт». Поздравляю вас. Возможно, этот бензин как раз вам и сгодится для того, чтобы совершить одну из самых увлекательных поездок на рыбалку. Спасибо всем, кто участвовал, кто голосовал. На этом сегодняшняя программа «Трофея рыбалка» завершена. Выходим, мы, напоминаю, по четвергам с 8 до 9 вечера. Всего хорошего. До свидания. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка»